Мужчина, что можно сделать? Девушка, я не понимаю, вы что, сразу после школы устроились? Посмотрите, как вам теплового дня. Это тут причё? Что тут происходит? Давай мужчина, с птицей. Павел, сначала. Всё хорошо, Игорь. Поговори, не нарезай сейчас. Угу. Поехали-пак. Готови. Начали. Послушайте, мужчина, вы не по школе можем сделать? Девушка, я не понимаю, вы что, сразу после школы устроились? Вы знаете, только поопытнее. Ну это, ну при чём? Что тут происходит? Давай мужчина, с птицей. Ну, на первый взгляд, ваша птичка вполне здоровая. Что случилось? Совершенно верно. Кеша здоров. Физически. А вот с мозгами у него явно какие-то проблемы. Точнее, мне кажется, их у него нет. Ну, вы знаете, это совсем неудивительно. Дело в том, что даже в курусных попугаях вес мозга составляет 20-25 граммов. Или, может быть, вы хотели бы найти реноценного собеседника? Как раз наоборот. Мне бы хотелось, чтобы он поменьше разговаривал. Я не понимаю, на что вы же работаете? Понимаете, это ненормальная птица постоянно болтает. Совершенно не к месту. А память у него, как у диктофона, на лету всё схватывает. Вы не могли бы сделать так, чтобы он заткнулся? Ну или, по крайней мере, не говорил на некоторые темы. В смысле? Люба, я люблю тебя. Ну вот, видать? Так, ну, насколько я понимаю, вашу жену зовут не Люба. Ну да. Люба – это наша соседка. И подруга моей жены. Теперь вы понимаете? Ну, если жена это услышит, это конец. А для меня-то вы чего хотите? Я не знаю. Вы же врач. Вы же можете помочь. Таблетку пуни, сдайте, что он расхотел разговаривать. Да нет таких таблеток. Вот блин. Я бы его выбросил, заразу. Но видите, он не улетает. Мне-то что делать? Ну, не знаю. Ну, какую-нибудь помощь. Слушайте. Ставьте в клетку мелок. Птица будет ему грызть и, надеюсь, гораздо меньше болтать. Или выклиним на Машу.